Всем привет! Походу я был уволен ютубом и перестал получать просмотры, поэтому сегодня я буду играть в Яндекс.Игры. Да, картинки достаточно подходящие, так что, пожалуй, у нас нет выбора. Просто давайте приступим, посмотрим, что же там в этом, я не знаю, аду. Простите, что сдул вас, но тут огромный ассортимент какого-то мусора, так что прямо сейчас давайте приступим. Посмотрим, что же там на самой главной, на первых позициях. Ну, во-первых, Нубик Гетти Новорит. Да, идеальная игра для начала. Посмотрим, насколько тут хоть что-то существует, наверное. Да, напоминаю то, что это все было сделано людьми, а не какими-то там нейронками, поэтому, да, довольно интересно, какие же цели преследовали люди, создавая это. Ну, вообще, ответ довольно банальный и простой. Люди ищут заработок, и, блин, насколько же много можно заработать с Яндекс.Игр? Вот, ну, так много бесполезного шлака с напичканной рекламой повсюду. Наверняка с этого реально можно заработать деньги, почему никто этого не пробовал. А еще, ребята, вы знаете, насколько хорошо могут затягивать игры с репетативным геймплеем? Я вот знаю, поэтому прямо сейчас прошу ваше внимание обратить на таймер. Уже прошло какое-то очень большое веселое время, минута. Я уже поднялся куда-то там ввысь и продолжаю подниматься, даже не думая о том, чтобы прекращать. А, да, кстати, в стиме у меня купленный гейтинуврит, поэтому я абсолютно не знаю, зачем я в это играл. Ну, ладно, я вас обманул, эта игра не сглавная, и это игра, которую я специально нашел, потому что это, например, хорошая игра, потому что, ну, по сути, здесь реклама появляется только когда ты падаешь, и, да, уже вторая минута, тридцатая секунда, а я все еще поднимаюсь и поднимаюсь, уже по каким-то кактусам прыгаю. И, в принципе, неплохо. И, кстати, вот вам... Какой анал? Разок войду. Короче, как вы поняли, реклама будет нас мучить только когда мы будем падать, так что не упали, не получили рекламу, так что давайте-ка более серьезно займемся более важными вещами. А вообще, я бы напомнил то, что это видео про Яндекс.Игры, а не про одну Яндекс.Игру, так что мы, наверное, слишком много на этом сакцентировали внимание. Отлично, просто прекрасно я наигрался. Ладно, проехали, у нас все еще есть целое главное, вот, к примеру, наггетсы поющие, да, достаточно играбельно, я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Да, на самом деле, все это время музыку для своих видео я брал из-за Мега Наггетс Ковбой. Простите. Ну ладно, я надеюсь, извинения приняты, потому что дальше мы идем играть в абсолютно бесполезную игру под названием Милстрой Казино Кликер. Да, влияние тиктока очень сильно. И тут и вправду есть что-то типа слотов, и я не совсем понимаю, в чем концепция, но и ладно, давайте-ка посмотрим, что мы выиграем. Ну ладно, честно говоря, я наигрался в это произведение искусству, и я надеюсь, Милстрой заплатит мне пару миллиардов долларов, и мы отправимся проходить тест на слабоумие. Связи в этом никакой нет, я надеюсь, но нас ждут веселые тесты. И да, знаете, когда ты замечаешь то, что 100 вопросов, как-то не очень по кайфу становится. Ну и да, я бы мог проходить абсолютно весь тест из 100 вопросов, но вы же понимаете то, что я из этого нормального видео не сделаю, так что мы просто продолжим играть хоть во что-нибудь похожее на игры, а не просто, к примеру, Скользкий спуск. Интересное название, посмотрим, что нас ждет. Ждет нас абсолютно неуправляемые машины, куча рекламы после каждого поражения, и надежда на то, что хоть что-то у нас получится. К примеру, будет работать тормоз. Нет, на самом деле я уже играл немножечко в Яндекс.Игры, и Скользкий спуск мне знаком. И да. Управление здесь мое почтение. Если вы думали, что управлять машинкой в GTA V какой-нибудь по-настоящему интересно и там может вызвать трудности, а не хотя бы не картонные, здесь это и правда скользкий спуск. Эта машина, я не знаю, это брусок масла на колесах, потому что иначе это никак не описать. Да, попыток было сделано очень много, и естественно все были очень удачные. Ну, в принципе, это логично. Зачем делать нормальное управление, если можно сделать какой-то кривой кусок говна, чтобы люди чаще проигрывали, им чаще выдавалась реклама, а контента в игре можно было сделать меньше. Правильно, это очень удобная и выгодная финансовая схема, о которой многие даже не задумываются, играя в такую сверхвеселую и гениальную по своему монетизационному подходу игру. Ну и я, естественно, тоже подогнал автору парочку рублей, я все еще не знаю, сколько он зарабатывает с каждого показа рекламы, мне вряд ли кто-то на это соответ, потому что вряд ли тут есть разработчики Яндекс.Игр. В общем-то, попавшись на эту удочку, я подарил разработку денег и себе контента, который я даже не уверен, что имеет смысл, что это посмотрели хотя бы два человека. Потому что, ну знаете, в Яндекс.Игры забавно играть, а не смотреть, как ты в них играешь, потому что это время убивалки. Это вот надо брать какие-нибудь видосы Абволта и записывать фоном. Вот мой сувенирчик, начнем игру. Есть десятки. Нет, сэр, берите карту. У вас есть шестерки? Берите карту. Есть десятки. Нет, сэр, берите карту. У вас есть тужи? А вот вам пример абсолютно нерабочей игры в Яндекс.Играх. Ну а кто еще что ожидал? Зато я нашел настоящий политический симулятор. Хойку 2, я не знаю, только Хойка 5. Погнали, посмотрим, что это такое. Ладно, такая гениальная музыка на мне потребуется для геймплея, поэтому просто я буду вам рассказывать кое-что очень интересное и веселое. Да, я и вправду снял видео про Яндекс.Игры. Да, это и вправду кидание шариков со странными частями СССР. Блин, в целях собрать сам СССР. Забавно. Флаги государств. Типа, играем, весело. Честно, я бы хотел поднять вопрос, почему мой ютуб канал сдох. Возможно, это из-за того, что я начал проводить стримы иногда. Возможно, ютуб перетянул эти просмотры на стримы. А возможно, я просто в жопе. Но с каждым видеоэксперимент все закрепляется и закрепляется. У меня все меньше и меньше просмотров. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Мне нужно как-то из этого выбираться. Спасибо.